Теляжка изучается. Теляжка неспроста. Почему? Теляжка была в России в 19 веке, был такой Константин, значит, веки князь. Она была не такая. Там белых полос, они были в 4 раза шире темных. Там еще шире было. Примерно как французский. Я стал вообще изучать, откуда появились теляжки. Предание такое, что первая теляжка была, значит, изобретена, ну, не изобретена, а так это получилось, Ильей Пророком. Когда Илья Пророк на огоньной колеснице возносился на небо, он свой такой белый плащ скинул своему ученику Елисей, по-моему, его звали. И вот этим огнем плащ полился, и он стал полосатым. И даже я видел картинки, такие кармелиты, это католические отзывы, на них реально полосатых вот таких вот плащах. То есть это вот издревле, издревле идет вот эта тема теляжек. Соответственно, англичане вот это ввели, как английская, у них была красно-белая теляжка, и они, для моряков, и их колония была Америка. И когда моряки там бунтовали, или что-то такое совершали, их сажали в американскую тюрьму, посолка английских моряков. И форма вот эта красно-белая теляжка, она примерно вот такие, примерно вот так вот у них был этот шаг, не такая мелкая, стала формой заключенных в этих тюрьмах колоний. И когда произошла революция в Америке, знаете, очень как-то, то они вот эту рубу, вот этого заключенного, как символ освобождения от рабства, они из нее сделали флаг, полосатый, красно-белый, знаете, круто, и приделали синенькие, вот этот, там звездочки. Французы, это еще не просто, а французы, когда у них была революция, они взяли американский флаг, синий, белый, красный, эти цвета, но только сделали так полоски, синий, белый, красный. Это французская революция флаг. И, соответственно, теляжки они сделали, синий, белый, но там полоска была в четыре раза шире. А, соответственно, наши моряки, когда в Париж попадали, там, ну, во Франции, они купили теляжки, вязанные на французском, в Энторге, и им очень нравится, стали привозить, и постепенно-постепенно, уже в 1800, я не помню, какой-то, в 80-м году уже билетов уже. То есть это краткая искусство, краткая искусство в истории. Ну и, конечно, лозунг, ну, ведь как-то как-то, что побольше белых полосок на тележке. Жизнь полосатая, но все-таки расширяет, что белый полосок. Вот теперь уже все. Ну, можно маленький вопрос? Пожалуйста, если есть вопросы. Да, я хотел спросить. Вот говорили о тех концертах, которые не произошли. А вот была как раз в феврале заметка в вечернем Ленинграде о том, что 4 июля 78-го года будет концерт с Антанны Дворцовой. И эта заметка, она была разослана во многие города, и приехало очень много народу. Ну, концерт отменили, хотя группа приехала. И второй вопрос, коротенький. Вот тебе удалось вытащить губернатора, чтобы спасти Камчатку. Вот про это расскажи немножко. Ну, начну с второго, потому что дело в том, что действительно губернатор Материенко, она как-то прониклась к медикам. И когда открывали новое помещение, вот на Баранце, она вдруг пришла в тельняшке. Что-то у всех, понятно, так круто было. На самом деле, так она, я зауважал, она пришла в шубе, так ее скинула, оказалась в тельняшке. И все, а-а-а-а, то есть вот да-да-да, то есть это, ну и как-то на этой волне вот еще и Камчатку удалось. И что-то даже ей, по-моему, лопатой там, что-то уголек она подкинула в советское котелок. Так что ей спасибо. А что касается 78-го года, я в тот момент был в экспедиции под Цаиногорском, то есть это, в общем, Хакасия, это археологическая экспедиция. И я это только слышал по голосу Америки, там оболовили и слышали, что произошло. И там была действительно массовая демонстрация людей, их поливали там, поливали машинами. И даже вот есть учиться, это потом еще рассказать, просто, но ведь с Камадой косвенное отношение, действительно, Сатана там была, что вот, это было не как концерт, а как съемки, фильмы, как-то так планировалось. Ну, что там было, на самом деле, вот Наташа очевидц, события, так что. Единственный русский человек, который переписывался с Джоном Ленноном, член руб-клуба номер один с Леннским билетом. Да, было. Главный билетоман всея Руси да и мира, художник-дадаист, городской сумасшедший, Питер Пен, который не захотел взрослеть, керамист, писатель, поэт, творец. А был ли он Митеком? Ну, вопрос хороший. Дело в том, что я, конечно, Колю очень люблю, и у меня его и книжки он дали, вот это все. Я считаю, что, конечно, он Митек, правда, я ему в прямую так не говорил, потому что Митьки, это вообще, это же не все знают, что они Митьки. Митьки – это древнее слово, в английском есть слово «митинг». Так вот люди, которые любят брататься, это корень «мит», «митка» – это древнее северное слово, «митка», вот оттуда все эти пошли, почему и финны-то это все, потому что это рано, это встреча. И Коля любил, когда к нему приходили братки, сестренки, вот это встреча, это и есть этот, этот мит, вот этот, конечно, Митек был. Это я просто, это я, я точно это изучал вопрос, это мне сначала сказали археологи-музейщики новгородские, вот про этот Коль, да, древний. А у нас есть деревня Митковицы, и это на Псковщине под Печовым, которая, там проходил путь из варяг-греки, и там как раз в торговом пути происходил вот этот, делать митки, делать митки, они так называли в старинном. Митки, митки, митки делать, так что это, в этом смысле, я считаю, многие митки хорошие люди, которые не хотят кого-то загнобить и так далее, хотят как-то брататься, ну, в общем, как-то, потому что, а может быть, я его и принимал, я не помню, потому что у нас есть фотография, где он... Потому что, поскольку, раз уж Дэвида Бауа уже принимал, то уж Коля-то уж точно видел, вот, тем более, у него, вот он пришел, после раз, у него прямо, вот, 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 сказали, что Дэля такая, там, для вас с опалеками, там, все, ну, вот, значит, так что, Митек, я считаю, Коля, он онлайн, есть у нас вопросы? Нет, все вопросы, вот, в квартирах нет, Коля, нет, нет, разве? Да, спасибо. Знаете, я Коля рисовал и даже была, такой детский журнал был, там я даже оформленный с Колесоэта, там, о Коле, там, там, об Роско было, о Коле Васине, такой большой, топ-шлёп, такой большой журнал, где-то у меня есть, там, что-то я рисовал, и там, конечно. Посмотреть бы. Вот он где-то и есть, там, начало девяносто, такой детский журнал, да, цель надо было его найти, ну, конечно, всегда святое дело принести. Нет, не, понимаете, очень много разного, и все, конечно, не принести, и так, и так запасом принес, вот, так что, Коле, хорошо рисовал Петя Рейкет, у него портрет был, Коле, очень хороший, вот там Джона висит поэту, Петя, вот, на потолке, выставка, одна картина, вот, в Кридоре, там тоже это Рейкет. Да, 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 хорошо очень, Коле, да.